Всем привет ребят, с вами Игорёк и в данном ролике я подготовил для вас сборку скидок на хэллоуинскую распродажу Steam 2020. Но перед началом хочу посоветовать вам ютуб канал моего коллеги по контенту. Типа странник занимается обзорами раздач в магазине Epic Games Store. Качественные видео выходят регулярно, а именно каждую неделю. А также прямо сейчас на его канале проходит розыгрыш в честь 100 подписчиков, где вы можете попытать свою удачу и выиграть игру Among Us. Ссылочка на его канал будет в описании. Распродажа продлится с 29 октября до 2 ноября, так что поспешите, если хотите потратить свои деньжата. Но напомню, что совсем скоро нас ожидают осенняя и зимняя распродажа, где будет гораздо больше сочных скидок. В видео я собрал не все скидки, поэтому пишите в комментариях, какую игру бы вы посоветовали прикупить. Не забывайте прожать свой царский лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны, и написать какой-либо комментарий. Ну а мы начинаем. Перед началом посмотрим игры, которые по моему мнению подходят более к хэллоуину. Начнем с скидок издателя Capcom. Здесь у нас скидки доходят до 60%, поэтому очень годные-годные скидки на серию игр Resident Evil и прочие игры данной студии. Dead Space. Я думаю, комментарии излишни, игрушка прикольная. Конечно, цены, мне кажется, немного завышенные, но это Electronic Arts, что поделать. Серии игр про мальчика Люциуса. Тут разные части, скидочки вроде как неплохие. Серии игр Warhammer. Я в эту игру не играл, поэтому ничего не могу сказать. Но скидки присутствуют на разные части. Alan Wake Franchise. Если вы не успели забрать раздачу в Epic Games, то в принципе можете купить по очень хорошей скидке. Amnesia. Также раздавалась и в Steam, и в Epic Games. Но опять же, может быть кто-то не успел забрать, поэтому можете и купить скидка в 90%. Fear Complete Pack. Не играл в эту игру. Стоимость 159 рублей. Серия игр Dreadout. Игрушка старенькая, поэтому на любителя. Но стоит сущие гроши. Dying Light. Какой-то тут Edition со всеми DLC-шками. В общем, ну очень хорошая игра, ребят. Всем рекомендую. Если вам нравятся зомбаки, паркур, это все дело. Плюс там еще вышло пару дополнительных бесплатных DLC. Но об этом я расскажу в своем новом ролике, который появится по подсказке сверху. Который я уже буду сразу монтировать после этого ролика. Alien Isolation. Я помню, была скидка, когда там, не помню сколько там им лет исполнялось. Но короче, игру можно было купить за 60 рублей. Что я в принципе и сделал. Но сейчас можно купить в принципе со всеми DLC. Не знаю, нужны они или не нужны. Но в общем, вот такое предложение. Ну или опять же отдельно можете купить игру. Но скорее всего проще купить пак. Outlast. Здесь можно купить сразу две части. Ну и плюс первая с DLC-шкой. Стоит он 200 рублей. У меня просто уже первая есть. Ее, кстати, тоже раздавали. Игра Vampyr. Я в нее не играл, поэтому ничего не могу сказать. Soma. Раздавали, но может кто еще не забрал. 49 рублей. Это очень маленькая стоимость. Игруха вроде прикольная. Про подводный там хоррор. Murdered Soul Suspect. Игрушка очень хороша в жанре детектива. То есть, если вам нравятся там, не знаю, игры наподобие Шерлока Холмса, что-то такое. То советую покупки. Тоже стоимость 59 рублей. Но игрушка очень хороша. Прошел на одном дыхании. Интересная история, сюжет и тому прочее. Dead by Daylight. Ну я думаю, комментарии излишни. Игрушка и так популярная. Кстати, в ней сейчас проходят бесплатные выходные. Можете опробовать. Если вам она понравится, то можете купить за 199 рублей. Ну или какие-то там более улучшенные издания. Let for Dead. Ну это классика, как говорится. Кстати, вышло новое дополнение. Так что оно бесплатное. Можете, в принципе, купить. Там компания добавилась в пару миссий. Так что 51 рубль. Я думаю, за такую игру это тоже очень маленькая стоимость. 7 Days to Die. Игрушку, которую мы с вами забрали недавно с раздачи. Ну конечно, не все успели. Но вот я, допустим, успел. И мои подписчики тоже успели. Я эти ключи, кстати, буду разыгрывать. Потому что я взял сразу несколько ключей. А то и больше. Стоимость 152 рубля. Можно, кстати, купить за 203. То есть переплатить 50 рублей. Вы купите игру. И вам в подарок еще дают одну игру. Которую вы сможете уже продать. Или подарить своему другу. Сложное название. Не хочу читать. Но в общем, тоже какой-то хоррор. Здесь есть какая-то нагота. 72 рубля. Вроде как графика приятная. Поэтому можно, в принципе, посмотреть. Little Nightmares. Очень крутая игра. Атмосферная. Инди проект. Но поверьте, игруха очень атмосферная. Прям берет атмосферу и только так. Скоро выходит вторая часть. Поэтому можно перепройти, в принципе, и первую. Стоит всего лишь 119 рублей. Zombie Army Trilogy. 119 рублей. Dark Q. Тоже какой-то инди проект. Мне понравилась графика. А так, не знаю, что за игра. 130 рублей. Опа, Юджин играет. Нормально. Привет, Юджин. Игра, короче, называется Peace. Ну, короче, вы сами понимаете, да? Вот. Значит, стоит 59 рублей. Прикольная игрушка. То есть, вы там играете за смерть и решаете, какой человек заслуживает пойти в рай. Какой в ад. Ну, в общем, такая забавная инди игрушка. Почилить пойдет. Beholder. Тоже инди проект. Вроде как популярная игра. Я, правда, в нее никогда не играл. Но, вроде как, многие ее хвалят. Стоит она 59 рублей. Deep Silver. Скидки на игры данного издателя доходят до 80%. Тут у нас разные игры и Metro, и новая Iron Harvest, и Dead Island, и Pine Killer, и Saints Row. Короче, много всего интересного. Так что, смотрите. Скидки на игры SKS Software. Это у нас игра, там, про дальнобойщиков. То есть, Евротрак Симулятор, Американ Драк Симулятор. Скидки, вроде как, неплохие. Поэтому, можете что-то купить. Кодемастерс франшиза. Это у нас скидки про различные гоночки. Формула 1, Грид, и тому прочее. На Far Cry действуют хорошие скидочки. Тут, по-разному, все части есть. Серьезный Сэм франшиза. Опять же, мы его забирали бесплатно. Но, может быть, кто-то не успел. Стоит крайне дешево. 29 рублей, 59 рублей. На новую часть здесь тоже действует скидка. Игра вышла, вроде как, 24 сентября. А скидка уже, в принципе, 15%, что, может быть, для кого-то сойдет. Бэтмен. Собственно, тут можно купить различные игры по отдельности. Или купить сразу набор. Mortal Kombat. Опять же, разные части. С дел с лишками, без дел с лишек. Все, можете посмотреть, кому что подойдет, прикупить. Postal франшиза. Опять же, я думаю, Postal, игра знаменитая. Стоит крайне мало. Так что, можете купить там новые части или старые. Смотрите сами. Half-Life. Ну, Half-Life, я думаю, не стоит упоминаний. Игра топовая. Всем рекомендую. Так что, покупайте смело. Tropica. Официал. Не играл в этот симулятор городостроительства. Поэтому, если кто знает, как игра, напишите. Стоит, ну, конечно, многовато. Вот последняя часть, по крайней мере, которая вышла в 2019 году, стоит многовато. А так, ну, может быть, кому-то нужно. Star Wars. Ну, я думаю, здесь, наверное, на любителя. Конечно, здесь очень много старых частей. Но есть также и новые. Но новые, конечно, соответственно, и стоят чуть дороже. Обожаю серии игр про Шерлока Холмса. Поэтому могу порекомендовать. Лично мне понравилась больше всего часть про Дитя Дьявола. То есть, самая последняя часть, которая выходила в 2016 году. Кстати, скоро вроде должна выйти новая часть. Обязательно буду ее проходить. Just Cause. Мы, в принципе, забирали четвертую часть бесплатно. Но, может, хотите там пройти первую, вторую, третью. То есть, как видите, цены крайне низкие. Tomb Raider. Опять же, если вы не забрали Tomb Raider на раздаче, то можете прикупить эту часть. Или же какие-то более новые. В принципе, цены не такие высокие. Ori Franchise. Я в эту игру не играл. Мне ее посоветовали на стриме мои подписчики. Кстати, половина игры, которую мы сейчас с вами тут смотрим, мы выбирали на стриме. За что? Спасибо, кто советовал, что. Так, Deus X. Это у нас игрушка. Тоже вроде как интересная. Но я в нее не играл. Скидка прям хорошая. Тут самая дешевая. Он 97 рублей. То есть, нормально. Далее. Биошок. Тут сразу идет коллекшн. 359 рублей. Вы сможете купить сразу все три части. Тут они идут ремастером. Вроде как годно, я считаю. Так что берите смело. Stalker Bundle. Если у вас нету сталкера, то берите. Потому что, ну, как бы, скоро там может быть выйдет вторая часть. И обязательно нужно перепройти все эти части. У меня, как видите, две есть. Третья, к сожалению, у меня лицензии нет. Но я уже ее прошел. Не знаю, буду покупать. Может, когда-нибудь куплю. Пока не планирую. Ark Survival Evolved. Игру тоже раздавали в Epic Games. Стоит 186 рублей. С дополнениями будет чуть подороже. Ну, игра крайне на любителя. Так что смотрите. Играть, конечно, желательно в нее с друзьями. Потому что одному будет скучно. Super Meat Boy. Ну, такая чистая игра. Почилить. 29 рублей. Она уже старенькая довольно-таки. Ну, опять же, чисто добавил по приколу. Game 3 Dash. Тоже. Опять же, игра расслабится. Под музычку. Попрыгать. Побомбить немного. Помню, как там телефоны чуть ли не трощили, когда играли в эту игру. На уроках, на парах. Так что нормально. 24 рубля. Покупайте. Black Mesa. Это у нас, значит, ремейк первой части Half-Life. Я ее прошел. Вообще, по-другому игра открылась. Я даже вроде бы отзыв какой-то написал. В общем, рекомендую всем купить. Стоит всего лишь 209 рублей. Что это сделали игру фанаты серии. То есть, они не знают, сколько там лет. Может, лет 10 разрабатывали. То есть, работа проделана колоссальная. Frost Punk. Это у нас симулятор. Опять же, где нужно поддерживать свой город в достатке. То есть, там что-то, какие-то ресурсы собирать. Там, отапливать его. Я не знаю. Но, в общем, игрушка вроде как интересная. 203 рубля. С DLC будет, конечно, подороже. Boris and the Darks Royale. Если не ошибаюсь, эта игра сделана по какому-то мультфильму старому. Там, вот, какой-то студии. Не знаю, если что. Напишите, кто знает. Ну, эта собака. Я думаю, многие ее когда-то в детстве, там, какие-то мультфильмы видели. Вот. Не знаю, что за игра. Но какой-то инди-проект. Стоит всего лишь 20 рублей. Так что, смело можно брать. Red Orchestra 2. Не знаком с этой игрой. Но ее когда-то раздавали. Видите, она у меня в библиотеке есть. Стоит 99 рублей. The Forest. Эту игру я прошел вместе со своими друзьями. Очень забавная игрушка. И страшно, и весело. Рекомендую всем. Сюжет тоже неплохой. Выживалка. Нужно строить свою базу. Обороняться от аборигенов местных. Там, исследовать остров. 200 рублей. Не пожалейте. Купите. Ведьмак. Я тут открыл третью часть. Можете купить третью. Ну, и также скидки действуют и на предыдущей части. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас тупо бан. Life is Strange. Тут у нас, значит, 5 эпизодов. То есть, первого сезона, да. Стоит всего лишь 83 рубля. Так что можно и купить. Далее, Life is Strange. Тоже дополнение к первой части. Стоит тоже 85 рублей. Mad Max. Крутая игра. Кому нравятся пустоши. Вот это рубилово полнейшее. Там, на машинах погонять. То берите. Я в игру играл. Правда, она мне со временем наскучила. Я ее забросил. Но для любителей, там, пооткрывать всякие локации, повыполнять задания. Ну, самое оно. То есть, 200 рублей, в принципе, пойдет. 35 миллиметров. Если не ошибаюсь, это игра от русских разработчиков. Так что можете поддержать, как говорится, наш продукт. 79 рублей. Flatout Complete Pack. Ну, тут можно купить разные части. Но я бы отметил только первые две. А так, можете, в принципе, смотреть уже сами. The Long Dark. Очень жду, когда эту игру доделают уже до конца. Вот. Там, вроде как, сейчас есть 3 или 4 эпизода. История пока еще не завершена. Поэтому я вот жду, когда ее допилят. Или, может, уже допилили. Если что, подправьте меня в комментариях. В общем, стоит 161 рубль. Здесь нужно будет выживать в снежных пустощах. Есть как сюжет, так и просто различные режимы выживания, где нужно выполнять различные челленджи. Для себя, скажем так, там можно охотиться, рыбачить. В общем, интересно. Интересно. Outcast Second Contact. Не знаю, что это за игра. Просто понравилась картинка. Поэтому, может быть, кого-то заинтересует. Игрушка старенькая, 17-го года. Ну и стоит, конечно, что-то многовато. Don't Start Together. Очень крутая игра. Я ее миллион раз уже советовал. Если вы будете покупать эту игру, за 118 рублей вы получаете копию на свой аккаунт. А вторую вы сможете уже продать или подарить своему другу. Очень выгодное предложение. Можно также купить там и мегапаки различные. То есть, смотрите уже сами. Ну и, видите, я в игрушку наиграл 50 часов. Затянуло, как говорится. Ну, со временем, конечно, надоедает. Tom Clancy's Rainbow Six. Я в эту игру не так много наиграл. Всего лишь 20 часов. Мне ее подарил подписчик. Очень крутой тактический шутер. Я, в принципе, в такие игры до этого никогда не играл. Играется вообще по-другому. То есть, не так, как в CS, скажем так, и каких-то других шутерах. Здесь прям очень все по-другому чувствуется. Играется. Стоит сейчас 300 рублей. Можете, конечно, сразу купить какое-нибудь там другое издание. Но это, опять же, смотрите, у кого сколько деньжат есть. Hellblade. Вроде как крутая игрушка. Выходит скоро. Должна, по крайней мере, выйти новая часть. Я, может быть, когда-нибудь ее даже и пройду на стримах. В общем, здесь у нас атмосфера. Там Скандинавия вроде бы или что-то такое. Стоит 192 рубля. То есть, ну, крайне дешево, как по мне. Так что можно, в принципе, и прикупить. Kerbal Space Program. Это, значит, у нас какой-то там симулятор, где вам нужно строить корабли. Отправлять там что-то в космос. Изучать там космос. Ну, короче, не знаю. Я в эту игру, конечно, не играл. Но у меня есть знакомые, которые в нее наиграли там свыше 100 часов. То есть, затягивает. Затягивает. Но, опять же, это кому более нравится. Такой неплей монотонный. Никуда не спешить не надо. Строить что-то, изучать. Смотрите. Играйте. Так, Kane & Lynch. Ну, это старенькая игрушка 2007 года. Просто добавил ее сюда по приколу. 20 рублей. Типа это, как говорится, не деньги. Можно сразу купить он с другими DLC-шками. 65 рублей. Human Fall Flat. Эту игрушку мы с вами тоже забрали с раздачи совсем недавно. Стоит 199 рублей. Онлайн, как видите, в игре сейчас 7000 человек. Ну, в принципе, наверное, если брать, то только чтобы с друзьями поиграть. Потому что, ну, в соло там делать нечего, как говорится. This War of Mine. Выживалка. В игре, как понял, произошел какой-то апокалипсис, где нужно бороться за жизнь. Выбирать, кого убить, кого ограбить. Ну, в общем, прикольная игрушка. 104 рубля всего лишь. Атмосфера. Все дела покупайте. Хотел Майами. Можно сразу купить коллекшн или по отдельности разные части. Смотрите уже сами. Тиф. Игра про Вора. Можно купить также там различные другие части, которые старенькие. Но я выбрал самую последнюю. 74 рубля. Вроде как неплохо. Инсайт. Это у нас игрушка, вроде бы, если не ошибаюсь, от разработчиков Лимбо. Или, по крайней мере, игра вдохновлена Лимбо. Ну, то есть, крайне похожий геймплей. Куча наград. Эта игра прям хорошо зашла многим людям. Так что рекомендую. 169 рублей. Sea of Solitude. Значит, это у нас игрушка от Electronic Arts. Помню, видел какой-то трейлер на выставке E3. Но что-то про игру даже не слышал. Она уже вышла, оказывается, год назад. А я что-то как-то пропустил ее мимо ушей. Посмотрите. Может, кому понравится. Стоит 299 рублей. Killer Instinct. Не слышал ранее про эту игру. Но, оказывается, это какой-то файтинг. Может быть, какая-то вселенная. Вот какие-то жабы есть. Не знаю, это те самые жабы или не те самые. Кто знает, что из-за вселенной. Где какие-то персонажи вообще. Какие-то волки непонятные. Волкодавы. Непонятно. Чупакабра. Короче, напишите, кто знает. 174 рубля стоит. Год симулятор. Ну, это уже классика. Если вам чисто нечем заняться. Пофаниться. Попрыгать. Пободаться. Стоит 77 рублей. Еще один старичок. Это симулятор хирурга. Стоит 62 рубля. Следующая игра. Это у нас Sin. Тоже мне понравился внешний вид игры. Это у нас какой-то инди проект. Ну, смотрите, может кому-то понравится. Стоит, конечно, 15 рублей. Но это вообще не деньги, как говорится. Так что, вот, игра тем более находится в раннем доступе. Можете поддержать разработчика. The Hunter Call of the Wild. Это у нас симулятор охотника. Если вам нравится, поохотиться на разную дичь. То, в принципе, берите. Стоит 130 рублей. Конечно, если брать с DLC, то... Да. Mini Ninjas. Это игрушка детства для многих. Поэтому чисто добавил ее. Может кто-то хочет купить, как говорится. Вспомнить в былые времена. Стоит 37 рублей. Submarget. Не знаю, что это за игра. Ранее про нее не слышал. 15-го года вообще какая-то. Стоит 41 рубль. Здесь у нас исследования. Там приключения. Открытый мир. По отзывам вроде как хорошо. Странно, что про эту игру я ранее не слышал. Стоит всего лишь 41 рубль. Кластер трек. Это игрушка, опять же, такая чисто попрыгать. Может быть, даже для записи видео подойдет. Если вы там занимаетесь ютубом на фон, как говорится, для разговора. Стоит 87 рублей. Injustice. Значит, его раздавали. Ну, может кто не успел. Первая часть 104 рубля. Вторая же часть стоит 359 рублей. Ну, если вам нравится данная вселенная, то можете, в принципе, купить. Ну, если вы будете играть в онлайн, то онлайн, как видите, я сейчас видео записываю в обед. Онлайн, конечно, в игре небольшой. Sleeping Dogs. Тоже старенькая игрушка. Стоит 89 рублей. Сразу Definitive Edition. Oh my. Shinderu. Plague Inc. Evolved. Это у нас игра про вирус. Да, я думаю, сейчас это актуальная тема. Можно купить игру за 139 рублей. Или за 380 сразу с какой-то новой частью. Не знаю. Там, наверное, нужно бороться против вируса. Может быть, ХЗ. Напишите в комментариях, кто знает. State of Mind. Не знаком с этой игрой, но выглядит неплохо. Графика, конечно, вы сами видите какая. Но по отзывам вроде неплохо. 104 рубля стоит. Если какая-то история вам интересна, там, сюжет, все дела, посмотрите. Speedrunners. Мне эта игрушка понравилась по трейлеру. Когда-то давно его видел на выставке Е3. Чисто какой-то раннер на скорость, не знаю, стоит 87 рублей. Agent Puzzle. Значит, с этой игрой я не знаком, но многие мне ее советовали на стриме. 65 рублей. Battle Block Titer. Тоже в этой игре я вообще не знаком с ней. 99 рублей. Crazy Mechanic 3. Это игра детства. Правда, я играл, конечно, в другую часть немного. Но я думаю, вспомнить, как говорится, в былые времена тоже можно и в новой части. Здесь вам нужно будет проводить безумные эксперименты. Не знаю. Провести там какой-то разряд, чтобы там какая-то лампочка загорелась, чтобы шарик куда-то упал, включился какой-то генератор. Ну, короче, такая игра чисто по чилите. Стоит она всего лишь 25 рублей. Если нечем заняться там или хотите поломать голову, то самое то. The Light Remake. Это тот же самый разработчик, что и был, да, где игра была 35 миллиметров. Если я не ошибаюсь, здесь нужно будет ходить по городу Припяти. Ну, то есть там, где была Чернобыльская катастрофа. И следует, как говорится, местные эти. То есть чисто походить, побродить, головоломка. То есть 51 рубль стоит всего лишь. Ну, отзывы, как видите, смешанные. Ну, не знаю. Налюбите. Так, игрушка какая-то. Шенк. Я не знаю, на чем она построена. Скорее всего, может быть какой-то мультфильм или комикс. Есть первая часть за 64 рубля. И есть вторая часть тоже за 64 рубля. Это интерактивное кинцо. Это у нас She Sins Red. Я, если честно, ни разу еще не выиграл никакое интерактивное кино. Но, может быть, для вас тоже это будет что-то новинку. Стоит 89 рублей. Не знаю, проходится, наверное, за пару часов. Но попробовать, как говорится, можно. Есть даже русская озвучка. То есть вы пройдете игру на одном дыхании. Грубо говоря, как фильм посмотрели. Только где вы принимаете решение. Все, в принципе, ребят. На этом ролик подошел к концу. Если вам понравился этот сборник скидок, то, пожалуйста, распространите его. Скиньте его друзьям и тому прочее. Ну, а с вами был Игорек. Спасибо огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова